Я приветствую вас на канале Аленин сад. В этом видео я раскрою вам секрет, просто огромный секрет того, как бороться с гусеницами на капусте, с капустной мухой, да даже со слизнями и улитками. Очень просто, экологично и недорого. Русскоязычный YouTube просто завален роликами о том, как бороться с бабочками, с крестоцветной бложкой, с капустной мухой, со слизнями и улитками, различными народными средствами. Использовать для этого разные посыпки, присыпки, бегать вокруг этой капусты все лето, для того, чтобы защитить ее, сохранить для себя. В результате никого ничего не получается, капуста объедена, некрасивая, или вовсе не растет, ее всю съедят. И люди либо отказываются от выращивания, либо думают, что это какое-то загадочное, сложное действие, которое нужно пытаться раскрыть секреты, к которому. И смотрят, и делают разные настои, придумывают способы, используют перекись, йод, соду, соль, все что угодно, чтобы спасти свою капусту. Но на самом деле я вот сегодня вам покажу, расскажу, и вы больше никогда не будете страдать тем, что у вас капуста не получается из-за вредных насекомых. Потому что уже весь мир практически знает, как бороться с ними. Я смотрю много англоязычных каналов, немецких, китайских, где давным-давно люди применяют элементарное. И что это такое элементарное, сейчас я вам покажу и расскажу. На самом деле все элементарно просто. Зачем все время травить насекомых, если можно построить от них ограждение и не пускать их просто на свой участок или хотя бы конкретно к своей капусте. Для этого и немцы, и англичане, и французы, и китайцы используют очень простое средство. Это сетка. Я заказала на Алиэкспрессе вот такую сетку с очень мелкой ячейкой. Такая сетка защитит меня даже от крестоцветной бложки и от капустной мухи. Потому что они очень мелкие, маленького размера, и такие ячейки им не преодолеть. Но если эти насекомые конкретно вас не беспокоят, а больше всего беспокоит бабочка-капустница, которая откладывает яйца на капусту, то можно использовать даже вот такую дешевейшую сетку от птиц. Моя мама в прошлом году купила у меня такую сетку по моему совету. В этом году она ее уже применяет и не нарадуется. Только сегодня я ей звонила, разговаривала, и она говорит, Ален, большое тебе спасибо. Бабочки летают вокруг капусты, а капуста выглядит просто чудесно и замечательно. И бабочки не могут до нее добраться. Но такая сетка, конечно, не остановит крестоцветную бложку, слизня или улитку. Можно ее положить в два слоя, тогда бабочки точно не проберутся. Эта сетка от птиц очень доступная, очень дешевая. Но самое элементарное, это использовать очень тонкий на 17 грамм спандбонд. Сажаете капусту, закрываете его спандбондом и все. Открываете только, когда будете собирать урожай. Он защитит от всего. И от блошек, и от мошек, и от бабочек. Но почему-то спандбонд люди не очень хотят использовать. Им не очень нравится все, ли это закрытая тканью грядка. Конечно, это не очень эстетично, но зато очень практично. И вы спасете свой урожай капусты. Сетки используются не только вот такие мелкие или такие крупные, которые я показала. Сетки могут быть с более широкими ячейками. Но, к сожалению, я такие в продаже на Алиэкспрессе не нашла. Я не знаю, где их немцы и англичане покупают. Когда буду в Германии, я обязательно посмотрю и куплю себе такую сеточку. Потому что их сетки, они либо темно-зеленые, либо черные. Более крупные ячейки. И когда они их натягивают на свои грядки, то сетка становится незаметной. И это эстетичнее. Гораздо смотрится на грядочке. Не привлекает никак внимания. А вот такая белая, конечно, она привлекает внимание. И сейчас я покажу, как я положу эту сетку на мою капусту. Хотя бабочка-капустница меня, в принципе, не беспокоит. Каждый год у меня ее почти не бывает. Меня беспокоят больше слизни и улитки. Если придавить хорошо по краям эту сетку, то слизни и улитки тоже не доберутся до вашей капусты. Потому что они не живут на ней, редко живут под ней. На моем огороде, например. Тем более я сажаю капусту на черный спандбонд. Они там не обитают. Они обитают в соседних кустах, цветах. И приползают вечером, чтобы покушать мою капусту. И, конечно, я все говорю про капусту. По капусту показываю эту сетку. Ее можно использовать где угодно. Мне уже несколько раз задавали вопросы про долгоносика на клубнике. Вот, пожалуйста, вам решение. Закрывайте еще ранней весной всю клубнику. Закрывайте этой сеткой. И долгоносик или кто-то еще вам больше не страшен. Морковная муха. Ой, проблема какая у людей. Морковная муха, луковая муха. Вы ищите в интернете какие-то средства, что-то делаете. Ничего не помогает. Элементарная защита. Положите сверху сетку. С мелкой ячейкой, конечно. Потому что мухи эти все, капустные, морковные, луковые, они мелкие. Положите, не снимайте. И не будет у вас никаких личинок на ваших корнеплодах. Потому что все эти вредители, они откладывают яйца только весной. Они прилетают к вашему луку, к морковке, откладывают яйца и улетают. И поэтому, если вы закроете грядку, то муха прилетит и получит кукиш. Так как эта сетка очень легкая, то ее можно на дуги или какие-то опоры даже и не приделывать. Можно просто набросить ее поверх капусты. А капуста, видите, уже такая крепкая, хорошая. Она прекрасно справляется с поддержкой этой сетки. А по краям придавить ее досками, палками, камнями и бутылками с водой, чем вам привычнее. А можно сделать так, как делают все в Англии. Берем палочку, на нее вешаем горшочек какой-либо садовый. У англичан чаще всего вы будете наблюдать глиняные горшочки. Вставляете эту палочку куда вам нужно, по краям грядочки. И уже на нее вешаете сетку. Горшочек не даст сетке порваться. Или если это более крупные ячейки, то она не будет проваливаться, эта сетка. И, в принципе, это выглядит эстетично, практично, очень просто. И у всех есть под рукой. И я не буду так делать. Я просто положу сейчас сетку на капусту. Потому что у меня ширины сетки не хватает настолько, чтобы повышать ее. Иначе края не будут закрываться. Но если у вас сетка широкая, то можете использовать вот такую идею. Или просто поставить дуги из полипропиленовой трубы. Посмотрите, у меня в видео есть, как я делала очень легкие, простые парники для ленивых. И замените там спандбонд просто на эту сетку. И вы получите защиту от бабочки-капустницы и других вредителей. Но это если вы не любите использовать спандбонд. Можно все то же самое делать и со спандбондом. Ну, теперь я уверена, что вы будете с капустой. Поэтому поставьте лайк этому видео. Скажите мне тем самым спасибо. И не забывайте подписаться на мой канал Аленин сад. Для того, чтобы быть в курсе садово-огородных новинок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!